Курят постоянно, курят непрерывно, россияне курят постоянно, курят непрерывно, сделай песню на этот, сделай кавер, непрерывно курят везде, коронавирус тусуются вместе друг с другом, обнимаются, блин, толпой ночью орут на площади, вчера шел домой, на площади ночью они орали, в коронавирус, блин, когда реально умирает, реально, в больнице мой брат моего отца, у него теперь навсегда, блин, изменения произойдут в организме, если он выживет, это, блин, нихрена не смешно, Постоянно курят, постоянно пьют, постоянно курят, постоянно пьют, я пытался понять их, влиться в их компанию, пытался вообще понять их, не могу я быть среди них, я не могу работать среди них, тех, кто курит, пьет, я не могу среди них работать, понимаешь, а? Можешь понять меня? Нет, не можешь Потому что ты куришь, пьешь, получаешь кайф от этого А я не получаю ничего, никакого кайфа, никогда Ты смеешься над тем, кто-то упал Я протягиваю ему руку, а ты смеешься над ним Вот в чем наша разница, блин Мне плевать, я буду выкладывать свои мысли Да, мама надо мной издевается, смешно, да Ну знаешь, такие мелкие издевки там Иди, пойди мне сметану купи, пойди пиво купи Типа, знаешь, опускает, знаешь, как на зоне там Типа опущение такое идет, знаешь, бессознательное И люди бессознательно воспринимают меня как ничтожество Так же делала бабушка или мать одной больной девушке Которой было лет 24, с которой я встретился один раз В кино ее сводил, ну оплатил И короче я в газете написал, что еще девушка Она пришла, она говорит, что никто ее никогда не водил И она меня проводила до своего дома Ну и стала показывать свои дипломы там Из спецшколы называла своих учеников бывших собаками И короче ее мама или бабушка начала унижать ее при мне Говорить ей такие вещи, которые нельзя говорить Нормальный человек не будет говорить при своем ребенке При постороннем, тем более там парне Или когда парень при друг друге его или девушке Говорить там унизительное, что что его унижает На то, что унижает в глазах людей А моя мама так говорит, и ее мама, и ее мать или бабушка Говорит такое, она говорит Ты совсем себя запустила, ты типа жирный, иди там Че это за хрень вообще? Вы че с тобой? У тебя нету понимания вообще, что человек рядом с этим незнакомым Нельзя унижать своего ребенка А моя бабушка, рассказывает о моей матери Унижала ее прямо, прямо при классе Все, шла и унижала, и орала И меня тоже Даже мне это досталось Когда я учился в школе, моя бабушка приходила И контролировала, унижала меня Что надо мной там одна мразь стрёмная Короче, она там повторяла слова бабушки Типа, мя-мя-мя Че ты, че ты, даже твоя бабушка приходит Одна мразь, как ее звали, гузенка что ли Пошла ты, бля Кричи Какой ужас вообще Как тяжело, блин, жить с неуравновешенными родителями Ты не можешь свалить, потому что Ты не можешь, блин, в коллектив влиться не в один Они тебя не принимают Ты в коллективе не можешь в ни одно ужиться Я работал, блин, подрабатывал Было все офигенно, пока меня не избили Работал один А когда там кто-то появлялся, кто мне что-то говорил Для меня это был огромный стресс Который я не могу повлиять никак осознанием своим, ничем А когда я один работал там, спокойно Все было в порядке Понимаешь или нет Когда меня бросила девушка Для меня это, для моего мозга это Это не то, что для твоего мозга У нас разный мозг У меня аутичный мозг или какой-то поврежденный Или какой-то еще А у тебя мозг такой, что ты забил на следующий день А у меня мозг такой, что я У меня органы внутри гниют все Желудок не принимает еду уже третий год подряд Она меня забыла уже давно А я снится А мне она снится до сих пор, блин Из-за того, что произошло изменение обстоятельств резкое Ну, не резкое Причем я ничего не сделал даже из-за такого Ну, или сделал, ладно Не будем отмазываться Я не изменял ее, это точно Не курил тогда, не пил Не понимал руки никогда, а наоборот Помогал там, если где что-то болело Короче, блин Границу закрыли Ее не откроют ни хрена Че ты думаешь Власти наши Че у тебя с головой Называть Причем она не просто говорит Она сразу говорит, прямолинейно Пишет Ты слишком узко мыслишь А может это ты просто тупая Тупая Что ты говоришь человеку, который просто свое мнение высказал Говоришь, ты узко мыслишь Кто тебя научил этому? Твои родители с тобой так разговаривают, видимо, постоянно Что ты так же разговариваешь Видимо, ты привыкла все время унижать кого-то Это, вот это слова Это унизительный разговор Ненормальный разговор Ты узко мыслишь, блин Что это значит, блин? Ты узко мыслишь А по итогу Границы закрыли И не откроют И на следующий год не откроют И на последующий год не откроют И ты не извинишься передо мной За то, что ты сказала За то, что я правду сказал А ты оскорбила меня, как бы, на это Ну, вот так Тихо, немножко, так, знаешь Ну, это же нормально, блин, в России Оскорбляют друг друга Гадости говори друг друга Это вообще норма Это вообще Если ты не говоришь гадость И не оскорбляешь Что с тобой что-то не так здесь В отличие от нормальных стран, блин Где я должен был родиться В цивилизованных странах Я должен был родиться Где нормальные люди живут, блин Они орки Из Мордора, блин Я не должен был в Мордоре рождаться Черт возьми Это же настоящий Мордор Где одни орки Где Ты говоришь Ты говоришь просто на своем стриме Сколько я сталкивался с хамством От девушек Которые Выглядят интеллигентно На своей закрытой странице Я там написал что-то про свою школу Немножко Она сразу Блядь Я тоже училась в твоей школе И не выросла таким социопатом Как ты Она просто тупая Грубо говоря Вторая Когда я сказал что границы теперь не откроют Она говорит Ты слишком узко мыслишь На моем стриме Вместо того чтобы Обо hotline Она ничего не обсуждает Она просто тебя обвиняет Здесь нету диалогов Ни у кого ни с кем Родители русских людей Россия не разговаривают Со своими детьми Дети не разговаривают Со своими родителями Дети не разговаривают О друг Никто не разговаривает Здесь Никто Никогда Они не разговаривают Друг с другом Никогда Ни о чем Что я вынужден разговаривать с фотоаппаратом, с телефоном И выкладывать это в интернет А убриковывать Надо мной смеются, издеваются Потому что у меня нету здесь собеседника Здесь пиздец какой-то творится Сюда свозят ядерные отходы Тебе этого мало? Сейчас сюда везут ядерные отходы Поезд дальше отъезжает Выгруженный Следующий едет крулосуточно И они все молчат Но при этом они друг на друга орут Простой человек на простого человека Реб там Пиздец просто Пиздец Короче мне похер Можете издеваться, я сброшусь с крыши Мне будет похер на ваши издевки Можете там хоть что Хоть на гробу нарисовать какую-нибудь хуйню И написать Всякую хуйню Мне будет по боку просто Я сдохну Я хочу чтобы вообще Меня не хоронили И не сжигали Потому что это мошенники Пошли вы вообще нахер Все кто издевается Радуйтесь жизни Вы сами живете в таком же дерьме Как я Только еще хуже А у кого-то лучше Вот это печально Пиздец Пиздец Есть Все Это просто пиздец Вот так Мамаша Она орет на свою дочь Она идет в клуб Развеется В клубе ее насилуют Потом этого парня Показывают Потом она На телевидении Малахов плюс Малахов дегенерат Что ее изнасиловали И Это Типа парень Какой-нибудь олень за него Бьет его Блин Долбоеб Другой Обсуждают это В туалете Она там сосет И Типа ее изнасиловали Вот так происходит Блин В России В этой В СНГ В этом Блин Пиздец Просто Пиздец Мне просто похуй Вообще На ваше мнение Потому что Вы просто Вы такие же Как я В таких же условиях Ходились Только кто-то Получше Кто-то похуже И вы Вместо того Что будет что-то Решить Вы как Какие-то бесы В котел Другой Сваливаете Кто-то Влазит Из котла Вы его Сваливаете В котел Подколоть Там Поиздеваться Это в крови У вас Только я Вот что-то Решил Перестать Дедовщину У вас В крови Но мой отец Почему-то Решил Прекратить Дедовщину Понимаешь Мой отец Решил Прекратить Дедовщину Когда Когда все Это делали Все россияне Нормальные Это делали Мой отец Решил Предотвратить Дедовщину Сделайте Про него Пост О том Что он Не такой Как все Поиздевайтесь Над ним Блин Че вы еще Умеете Я имею Право Высказаться Потому что Я художник Я чувствую Мое сердце Обнажено А ваше сердце Может у вас Вообще Сердца Нет Вы ничего Не чувствуете Я имею Право Кричать От боли Вы можете Хоть Что-то Делать Мне похер На вас Я никому Не лезу На свои страницы Все порчу И вы лезете Лезут Девчонки Красноярки С характером Они все На хамиды Говорит Это у меня Такой характер Зато у меня Характер Это я У меня с характером Привыкаю Говорит Россиянка Тебе говорит Красноярка Черта с 2 Характер Ты просто Хамка Обычная Выкновенная Хамка Ты А не характер У тебя Она просто Не сможет Выжить В Красноярске Если не будет Хамить Постоянно Ну она Государство Проводит Эту политику Черт Пиздец Заебали Психа Заебал Не могу Просто У меня Ранимая Психика Ты не знаешь Может ты не знаешь Что такое Когда тебе Блин Давят Когда Кровь С тебя Пьют Когда Тебя Истерично Орут Ты Рисуешь Сосредоточенно Спокойно На тебя Орут Блин Этот Солист Группы Басист Группы Рамштайн Когда Сосед Ему не давал Играть Он Взбежал Просто И пизды Ему дал И тот Перестал Мешать Ему Играть На гитаре На бас-гитаре Может Вот Понимаешь Понимаешь Блин Да А давай Сделай статью Про басистера Рамштайна Что он Фрик Дегенерат Нападает на людей Что ты не сделаешь Про него статью И он вообще Забежал На второй этаж И ударил Человека И сбил За то что тот Мешал ему Играть на гитаре Я такого Даже не докатился Давай Че Че ты ненавидишь Его Ты только ненавидишь Таких же Как ты Россиян Которые родились В СНГ Только такие Вы друг друга Ненавидите Это как Ад один Здесь бесы Они друг друга Вы все друг друга Топите В грязи В этом В кипящем Масле Короче Понимаешь Просто Бери мелки Уголь И Да Давай Рисуй вместе Со мной Смотри Мои обращения И Распространяй Их везде Слушай Их везде Переводи На разные языки Распространяй Везде В течение Своей жизни Мои обращения Вконтакте Раздел Видеозаписи Обращения К тебе Мои обращения Которые ты слышишь Там Распространяй Их В Видеозаписи Вконтакте Там будет Just Do Do Just Do Делай это Просто Постепенно В течение жизни Спокойно Размеренно Покажи мои рисунки Пару рисунков Кому-нибудь Покажи мою фотографию Пару фотографий Скажи Вот Александр Лёнь Есть такой Он такое-то предлагает Как раз Может кому-то требуется Какому-нибудь Работодателю Который держит Свою шаурмечную Или еще что-то Разрисовать стены Или еще что-то Потому что государство Мне не разрешает Рисовать на стенах Оно меня уничтожило И Ни копейки мне На лекарства Не дает После того как уничтожило За то что я пейзажи Для людей Бесплатно Рисовал Красивые Светлые Государство Здесь уничтожает Творческого человека Здесь уничтожило 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 Пиздец, просто пиздец, короче, у меня нет ни друзей, ни девушки, нихуя, моя мать меня унижает на весь интернет, с меня там угорают все, благодаря моей доброй матери, которая меня так любит, пиздец. Замечательная, стремная, нахуй мне вообще выкладывать что-то творчество, платить за интернет, что-то выкладывать там, я просто хочу сдохнуть и все, если моя мать так относится ко мне и издевается надо мной, унижает меня постоянно при других людях и вы все издеваетесь надо мной, смеетесь, так нахуй мне жить вообще и уехать отсюда я не могу никуда, это бесконечно. Что будет продолжаться это дерьмо, нахуй мне жизнь вообще, что-то рисовать, нахуя, для кого мне рисовать, для тех, кто смеется надо мной, издевается, кто не считает меня за человека, меня никто не считает, ни одна девушка этого города меня не считает вообще за человека, блядь. И Красноярка, в Красноярске тоже, за того, кто, за того, с кем она могла бы иметь какие-то отношения, семью. Это просто, блядь, пиздец, нахуя мне что-то делать и рисовать здесь, нахуя я тружусь, плачу деньги за интернет, трачу свои силы на какую-то их, на это все, когда я мог бы просто пойти на забот, быть тупым гопником, вместе со всеми в курилку ходить, блядь. Только я не могу курить, блядь, я с Нибиру прилетел, я не могу курить, не выношу этого, блядь, понимаешь? Почему вы курите и вам это не мерзко? Почему вы пьете и вам это не мерзко? Мне это омерзительно, у меня даже аллергия от этого, на кожу, потому что я, блядь, не человек, наверное, я зверь, блядь. Наверное, потому что я с Нибиру прилетел, блядь, инопланетянин, ебучий, сука, как я ненавижу свою жизнь. Блядь, я хочу что-то сделать такое, чтобы успокоиться, что-нибудь разрушить, но разрушать нечего. Я хочу разрушить само себя. Пиздец какой-то вообще. А если бы я сказала, иди сама, блядь, она бы сказала, вызову ментов сейчас, ментов бы вызвала, я и сказала бы им, что он на меня руку поднимает. Я просто стою, рисую, она говорит, всякую херню придумывает. И менты верят всему, что ты женишься на какой-нибудь девушке, россиянке, она тебе скажет, иди сметану купи, иди там подзалубный творожок купи. Скажешь, иди нахуй. Она вызовет ментов и скажет им, ты спокойно будешь сидеть там, эти, бусинки перебирать там, выживышивкой заниматься. Она скажет, этот диран ударил меня, он меня избил там, поднимает руку на меня, смотрите там, даже просто покажет, там ничего нету, покажет, ничего нету. Избил, избивает меня, он все разрушил, от кно разбил, а кно целое. А они поверят ей, поверь ей, заберут его, в тюрьму посадят. Понимаешь, как в России устроено, и это правда. Это нормально по-твоему, скажи мне, и пиздец, нормально, да, и пиздец. Как говорил Ларин, в одном из видео, блин, что это нормально. И че нормально, и пиздец. Сука, блять. Ебанутая страна, блять. Как меня это бесит. Ебучая страна, ебучие долбоебы, блять. Сука, коронавирус, блять. Толпа долбоебов там собирается, целая толпа, толкутся вот так друг к другу. Коронавирус, блять. Тебе пиздец. Если ты заразишься им. Это тебе не шутки, блять, оказывается. Пиздец. Своих детей они выпускают, они там толпами собираются, там все толпами здесь гуляют. Как в коронавирус, блять. Ни одного мента не видно, который бы разогнал. Ходят ночью орут там грибницы эти толпой в целой месте. Я обхожу их стороной. Они орут так, что вообще страшно. Я принял два феназепамы. Мне все равно страшно было, как эти мелкие грибницы орут. Мелкие эти грибницы они. Что они все одинаково одеты, одинаково выглядят и одинаково орут. Я не знаю, надо записать, как они оружие, чтобы вы охерели. У меня уже столько записей. Нужно еще записи сделать, чтобы вы поняли. Чтобы вы посмеялись, блять. Так что пошли вы нахуй. Не буду я больше ничего записывать и трудиться вообще для вас. Пошли нахуй. Я закрою свою страницу, группу и нихуя. Я вообще не буду заходить в интернет и в компьютер. Пошли нахуй. Играйте себе там в дотку и рофлите с меня. Пошли, идите нахуй, блять, все. Просто идите нахуй. Не все, а те, кто издеваются надо мной и смеются над этим. Кто смеются над простым человеком. Кто ссыться высказать на камеру проблемы России. Кто при этом смеется. И жалкий овощ. Ты жалкий овощ, если ты просто смеешься, если слышишься. А у меня есть сердце. У меня есть чувства. И кто из нас овощ? Ты сидишь пьешь пиво и куришь, а я принимаю таблетки. И кто из нас овощ? Ты, который сидит там с пивом, с пивным животом и рофлит надо мной. Над тем, что, блять, свозят сюда ядерные отходы, свозят. Не знаешь, что такое ядерные отходы, да он. Сводят ядерные отходы каждый день. Ты смеешься, сидишь сейчас, смеешься, с пивком это пиваешь. Хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо-хо. И из нас кто овощ? Я, да, да. В твоих глазах я овощ. Я овощ, да, потому что я принимаю таблетки. Я овощ. А ты-то не овощ. Ты сидишь с пивком. Просто сидишь с жопой весь день. Получаешь деньги по своей должности. Вечером сидишь с пивком, смотришь видос у меня, поехавшего. И считаешь, что у меня, что я овощ. В овощи превратился. И мне говорят, что я в овощи превратился из-за своих таблеток. В то время как, по-моему, блять, всё наоборот. Если ты не понял, сарказм. Овощи говорят, блин, человеку или не знаю кому, блин, что ты овощ. Пиздец. Ой, пиздец, блядь. Пиздец. Не хочу пить таблетки. Хочу сделать прерыв. Пиздец. Воспитываться матерью и бабушкой, да вырасти больным человеком абсолютно. Если бабушка и мать неравновешенные, блять, истеричные, и постоянно друг с другом грызутся. Я засниму, как они грызутся, просто в сад поедет в следующий раз. Они сядут в кабине, в кабине, ну, в кабине, а я в кузов. Я поставлю вот этот фотоаппарат, и надеюсь, будет слышно там. Спрячу как-нибудь, попрошу Сергея, чтобы он это... Надеюсь, будет слышно, как они срутся друг с другом. Это такой срач, который вы... Эпичный срач века. Вы будете собираться у телеграма с пивом, слушать все вместе. Срач этот, дом 2, блин. Причем-то взрослые люди. Это пиздец, блять, больные люди. Фух, пиздец. Чем больше ты делаешь, тем больше и хуже к тебе относятся. Вот правила родителей по отношению к русским детям. Чем лучше они становятся, чем лучше они там что-то делают, дети русские, тем хуже родители к ним относятся. Тем больше их забивают. Угрожают. Одна долбоебка, моя мать, угрожала своему сыну, что она убьет его, если он не сдаст что-то там в школе экзамен какой-то. Даже не ЕГЭ, а просто какой-то экзамен. Ну, короче, полностью. Ну, то есть, ее должны, по идее, в тюрьму посадить. Или штраф выписать с нее за такое. Или лишить вообще прав на ребенка. Ну, ХЕ, ХЕ, РАС-2, это же Россия. Ебанутая тварь, которая угрожает своему ребенку, что убьет его. К школе его приучает. Ебанутая тварь сдает ребенка в школу. Каждая, кто сдает своего ребенка в школу, не очень добрая женщина, не очень хорошая женщина. Безбожная женщина. В школах знаешь, к чему они учатся? Ну, не знаешь, сдавай. Вырастят у тебя отморозки. Вырастят у тебя проститутки. Будешь радоваться, твоя копия вырастет. Тебя в школе научили, и их тоже научат. Респект тем родителям, которые не отдают своих детей в школу, в это дерьмо. Пиздец. Моя же ебанутая бабка. В плане того, что она ходила, контролировала, чтобы я в школу ходил, в которую мне хуево, настолько хуево было. Пиздец, блядь. Ну, она на самом деле не виновата. Она просто пыталась заботиться обо мне так, потому что она считает, что если школу не оконишь, то тебе будет пиздец. Просто забитые люди, на самом деле. Я беру свои слова назад, все злые слова назад. Действительно, мы просто не виноваты никто. Просто забитые люди. Ебанутая система эта ебанутая. Я хочу ее изменить. Но я хуй ее изменю, потому что я никто... Я хочу изменить эту систему ебучую. Но здесь просто проблема в том, что русские люди сами друг друга гнобят. В чане... В аду в чане с кипящим маслом, там, или с говном кинем. Как говорится, там... Если три россиянина туда посадить, то туда чертить не надо, они сами друг друга там будут топить. Такая поговорка есть. Ре-ре-ре-рят. Короче, пиздец. Что делать? Блин, что-то херело мне. Что делать, блин? Здесь пиздец, как холодно. Спать только в одежде. Пиздец Только договариваемся с человеком о продаже картин И она просто, как будто бы, знаешь, какой-то бес в ней сидит И он не хочет, чтобы я картину нарисовал И ее начали продавать, чтобы у меня что-то началось Она хочет помешать мне Как будто бес какой-то в ней сидит, который Когда я нарисую картину, она возьмет ее, уничтожит И я даже не удивлюсь Потому что какой-то бес в ней сидит Она пытается помешать мне вообще во всем Потому что она сумасшедшая Как я сумасшедший стал Моя бабушка сумасшедшая А кто я тогда? Если я воспитан бабушкой и мамой сумасшедшим Кто я тогда? Я сумасшедший номер один Офигеть, я перестал сидеть за компом Мне вообще неинтересно Даже включать неинтересно Я не хочу Что же начинается? Начинается сразу давление на меня Сразу какие-то бесы Как будто бесы в нее вселяются И она начинает на меня орать Давить, орать, кровь пить Она начинает меня упрекать в том От чего я избавился От зависимости компьютерной Я избавился И она начинает меня упрекать в том Что я никчемный Что я непрактичный Когда я избавился от компьютера Когда наркоман, блин Избавился от наркомании Чудом Иисус, блядь, помог ему Ебанутая мать Начинает орать на него Что ты никчемный Чтобы он забнулся И стал еще больше наркоманом И сдох Вот как происходит В русских семьях В россиянии В этой Я сам русский Сам россиянин Блин Я говорю Как происходит здесь Ебанутость какая здесь Долбоебцы Долбоебки эти Долбоебы Отцы некоторые Которые Выращивают Мужественность В своих сыновьях Долбоебы Но у них сыновья Вырастают Женоподобными Блин И Постоянно занимаются Троллингом В интернете Унижением Других мужчин Нормальных Просто Заебись Я родился В дерьме Каком то Пиздец Блять Я имею право Высказаться Можешь Можешь хоть там Блять Тысячу Раскопировать Это можешь Всем это Разослать Разошли это Всем Мне похуй Ты просто Сидишь в овощ С пивом И все И угораешь Тебе ничего не надо У тебя болит Ни за что Душа Сердце Ни за что Не болит Тебе на голову Насрут И Путин Приедет На голову Тебе на слезу Скажет Это для твоей безопасности Ты скажешь Ты схаваешь все И ты скажешь Ооо спасибо тебе Вот ты такой Это я знаю Это я знаю Это я точно знаю Это такой К тебе чиновник Или полицейский Приедет Насрёт Тебе на голову И твою жену Выебит Ты скажешь Это ради моей безопасности Он сделал А при этом будешь Смотреть мои видео И угорать И смотри С ним вместе Он будет Ебать твою жену И срать тебе Ну Тебя с головы С рта Куча говна Будет Смотри какой долбоёб Смотри какой долбоёб И тот такой тоже смотрит Ну да Долбоёб О каких-то О ядерных отходах Рассказывает Которые там В город свозят А ты блин Не долбоёб С кучей говна На башке Который тебе мент Или Путин Или кто-нибудь Ещё насрал И который Ебёт твою жену Ты не кол Не долбоёб Блядь Пиздец Нет слов Блядь Давай потравим его Давай Давай поиздеваемся Короче Пиздец Блядь Короче Я больше ничего не скажу Похуй на вас Живите Сонка У меня Блядь Лучше выпью Это в летку Живите Короче В говне В этом своём Как я Я тоже С вами вместе В одном говне В одной Куче Говна Только вы там Для вас Это естественная Среда Обитание Поход Дел Я вынужден Пить Томпилизатор Чтобы успокоиться После того Как моя неурновешенная Мать на меня Наорала Или бабушка Которая Постоянно Грожа Говорит мне Постоянно При мне Говорит Что кого-то Хочет убить Того-то Хочет Того-то Хочет Она убить Я могу Записать Всё это Вы сами Послушайте Каждые Пять минут Это нормально С детства Она такое Говорит И я Вырос Кем Я могу Вырасти После этого Когда бабушка Тебя воспитывает И она говорит Что хочет убить Того Третьего Десятого Каждые пять минут У меня есть настроение Каждые двадцать минут То она тебя Называет Сашенька То она тебя Орёт То она Говорит Хочет убить Кого То она Плачет Блин Ты с ней Она тебе Два с половиной часа И ты с ней Постоянно Она тебя Воспитывает И она С тобой Вот так Общается Если можно Звать Общением Можешь Это понять Считаешь Что это Что это Неправда Блин Я тебя Скинуть Могу Ты Только ты Не станешь Слушать И тебе Похер Вообще На это На мою Жизнь Похер Как бы Не на твою Как и Всем вам Похер Всем На всех Здесь Срать Это Известно Давно Ебанутые Блин Да Я сумасшедший Смейся Не Ебанутые Родители Я бы Не Жил На Таблетках А я мог бы Родиться У еще Более Ебанутых Родителей Которые Бухают Да Вообще То Все Россияне Бухают Просто Кто-то Больше Кто-то Меньше Пиздец Их Ебанутость Сумасшествие Проявляется Не только В том Что они Бухают А в том В том Еще Что Чем Они Кормят Своих детей Мамаша Кормит Своего Трехдневного Ребенка Соками Соками Дешевыми С магазина При мне Я слышал Это В магазине Ой В больнице Блин Там Врачиня Охуела От этого Она сказала Ей Если бы Это был мужчина Она бы его Обматерила И избила И сказала Ты Долбоеб А Женщинессе Своей Соратнице Своей Своей Блять Соратнице По Женскому Делу Она Сказала Ох Ох Нельзя Нельзя Ребенка Кормить Блять С этими С соками Которые Полностью Состоят Из красителей Сплошных Ненатуральными И она Говорит Вы что Творите Пиздец Блин Ее Ребенку Здоровье Его Это просто Потому что Он родился В России У ебанутой Мамаше Или у Ебанутого Отца Перемул Блять Я Ничего Не скрываю Вот Надо мной Надо мной Поиздевалась Мать Сказала Иди Купи Кую Хуйню Смешную Со Смешным Названием Ей Надо было Сказать Иди Купи Подзалупный Творожок Мне Вот Как Надо было Сказать Сразу Моя Мать Сказала Иди Купи Подзалупный Творожок Я Пошел Купил Подзалупную Сметану Творожок Подзалупный Подзалупную Сметану Купил Ей Быстро Ей Это Не нравится Она Меня Вышвырнула Я Сейчас Буду Принимать Транквилизатор Я Не Брал Вот Только Открыл Упаковку Транквилизатор Сейчас Буду Принимать Потому Что Я Спокойно Рисовал И она На меня Она На меня Наорала И она Не считает Что Это Она Орет Она Считает Что Это Нормально Разговаривает Приму Сразу Две Каждый Каждый День На меня Орала Я Каждый День Плакал Все Детство Я Плакал В своей Комнате Один Завертый Плакал И она Со мной Не разговаривал Со мной Никто Не разговаривал Как с Кинг Кингом Вот Почему Я Зачувствую Кинг Кинг Потому Что Со мной Тоже Никто Не Разговаривал Никто В детстве Никто Не Разговаривал И Сидел просто сидел днями холодными этими сибирскими когда темно и все и когда на улице дети играют и сидел и плакал дома менее не выпускали ебанутые блин только когда отец приходил иногда очень не было хорошо не хочу похер вообще уже можете можете короче пальцем тыкать меня и смеяться там подкалывать да давайте смеется я до вас не доберусь конечно блять потому что вы далеко перед смертью может быть такое кого я доберусь а может и нет может не будет уже все равно на этом будет не моя мать я к ней хорошо отношусь не моя бабушка я к ним хорошо не мои родители как кин кингл сделал я хорошо хорошо к нему отношусь несмотря на то что они меня вон как куплю теле да я сам виноват я доберусь это тех кто убил моих детей для того кто решил меня зрение я вижу мир пятнами пятна черный перед глазами очень радостно да с по смесь и даже нормально а гитлер кто из нас я или ты ты же смеешься над больным человеком над инвалидом смеешься похихикываешь там с пивком и пузико твое колышется я гитлер из нас двоих я по твоему мнению и овощ из нас двоих я потому что я принимаю лекарства овощ я они ты они 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 которые просто сидят ни хрена не делают получают деньги издеваются над больным боль больным человеком или провоцируют как-то все сейчас я успокоюсь давайте я выложу сейчас посмею и посмею я выложу это чисто чтобы посмеялись здесь так холодно здесь я не хочу вообще компьютер включать я перестал будет быть от него зависим можешь понять такое нет и никто меня за это не погладил по головке не поздравил наоборот они сказали гадости мне моя бабушка и моя мама что они русские россиянки что они могут только за то что их сын перестал быть наркоманом компьютерным или еще кем-то они могут только наорать на него и оскорбить и сказать что недостаточно ты ты все равно ничтожество ты на самом дне должен вот что достичь там они никогда не похвалят тебя не поблагодарят и скажут молодец там никогда искренне или низко не скажет молодец на отвали скажет еще они говорят посылают тебе двойные сигналы она говорит нам я постоянно матерную фразу оскорбление то есть когда оскорбка кто-то оскорбляет что-то мать то только это говорит сама мать про себя она посылает тебе двойной сигнал что вырастает шизофреником или каким-то биполярником или еще кем-то ну я не вырос шизофреником я вырос каким-то другим они просто она сама бессозначно тебе поставляет эти неадекватные не логи абсолютно больные с точки зрения логики сигналы она сама себя называет знаешь как говорят типа когда оскорбляет чужую мать только мать сама себя себя вот этот фразы вот это сама про себя это говорит когда только она на тебя это говорит при этом типа тебя чтоб тебя оскорбить она говорит мать оскорбляющая мать твою выражение твоя собственная мать моя собственная мать с детства мне когда раздражается на меня как она кричит мы не оскорбляет мою мать оскорбляет только она является при этом моей матерью можешь понять нет шуе ппш бля нет что это такое что это не будет не будет через 50 лет здесь не русских не меня и моих потомков не твоих них ничего никого не будет с такими ебанутыми с такими долбоёбами долбоёбками не будет здесь все причем причем это не виноваты непростые люди а элита виновата к она она все это сделала пропагандировала все это постепенно они сделали эти уроды и до них не добраться нифига я просто одиночный голос во тьме меня никто не услышит даже если услышат ничего не изменится они уже никогда не проснуться не изменится сейчас есть это абсолютно больные больное общество все я тоже больной конечно ты считаешь себя идеально здоровым крутым нормальным идеально здоровый крутой нормальный позитивный до я больной это я больной это я больной я Больной А ты нет Пиздец Какое может быть будущее у страны Куда сводят ядерные отходы Каждый день С Европы Вот просто один аргумент Ответь мне на один вопрос Не ебанутые ли вы все Если мы не протестуем От того что сюда сводят ядерные отходы А деньги нам никаких за это не выделяют Получают деньги олигархи Которые не живут даже в России Что это за народ такой Что это за люди Население такое Кто я Как я могу жить в этом мире Я просто сдохну От сердечного приступа в таком мире С такими зомбарями С таким пиздецом И они смеются надо мной эти зомбари И травят меня Травят А вас будут травить ядерными отходами Меня тоже Потому что я здесь живу Кто из нас за долбоёб Пиздец Радуются Своей должности Получил должность Какая разница Какая у тебя должность Какая разница Что тебя наградили за то Что ты избил мужчину Какого-то Пестимент Местный Который меня избивал Какая у тебя родился Какая у тебя радость Если Пиздец твоим детям Всем пиздец От ядерных отходов От ядерных отходов Пиздец Нам всем И закрыли границу Ещё И какая-то долбоёбка Мне пишет Узко мыслишь Блядь Может Может это ты Вообще Блядь У тебя мозг Вот такой С ноготок Блядь Просто заебались Эти тупые Пошли вы все Нахуй просто Не все А те Тупые Пошли нахуй Я не буду больше ничего Распинаться Я просто голос во тьме И когда вы все сдохнете Через 50 лет Вымерет всё это Вы сдохнете Все мы сдохнем Мой голос просто Ну Исчезнет Вообще Во вселенной Я просто зря Распинаюсь Я просто в одиночной камере Просто зря Просто у меня случился Психический припадок В одиночной камере За пределами которой Зомби Где Не поговорить Ни с кем Все короче Я успокаиваюсь Тихоньку У меня Контрализаторы действуют Потому что я Тупой Потому что я тупой Не обладаю силой воли По мнению Тупых Тупых имбецилов То ты тупой имбецил Если ты считаешь Что человек Который принимает Больной Который болезнь Принимает Антидепрессанты Он не должен их принимать Он должен на силу воли Надеяться Это ты тупой И у тебя силы воли нет Из нас двоих Например Я потянусь Я потянусь больше тебя В два раза Я тебе не скажу Что у тебя силы воли нет А ты скажешь мне Больному человеку Ты больно Слабого Подтолкнешь Ты считаешь себя Ни сшианцем Сверхчеловеком Считаешь себя Считаешь Что ты можешь Выдавать Диагнозы Не являясь психиатром Считаешь Что ты можешь Говорить человеку Ты патологически Агрессивен Если ты живешь Если ты в одиночной камере Живешь Столько лет На тобой издеваются Ты бесплатно рисуешь Каждый день Для людей Думаешь И один раз Ты Ты выговорился Все Ты патологически Агрессивен для него Ты Может ты Мыслишь Узко очень А Патологически Агрессивен Я не имею права Высказываться Я никому Не причинил этим зла Я просто Высказался на камеру Никого Не ударил Никому Не пошел Не наорал Ни на кого Не напился И сам себе Не причинил вред Ну Точнее Причинил социальный вред Тем что я Разорался На камеру Просто Высказался И я Ты не видел Значит Патологически Агрессивное Я желаю тебе Столкнуться в жизни С патологически Агрессивными Сумасшедшими Чтоб ты Познал Жизнь Что такое И чтоб ты Вспомнил Как ты Меня Обозвал И чтоб тебе Стыдно стало Но тебе не станет Стыдно Потому что Стыда нету У вас Ну у тебя есть Стыд Ладно Извини Но у многих Нету Россиян Пиздец Все Грубая Извините Пожалуйста Извините За то Что я Столько Хуйнин Оговорил Просто Пиздец Я ложусь Спать В одежде Потому что Холодно Мать Мать Везда Помощи Конечно Деньги Забирают У меня И Когда Она Знаешь Как Срывает Цветок Когда Срывает Росток Который Может дать Плоды Просто Берет На корню Срывает Разгрызает Так Знаешь Нарисовал бы Такую Картину Я Я Таких Рисовал Много Картин И Кому Они Нахрен Не Нужны Вот Человек Предложил Нарисовать Для Продажи На Аукционе Там Еще Где То Какой То Сайт Она Взяла Просто И Все Разрушила Пиздец Логично Логика Зашкаливает Она Она Просто Делает Специально Все На зло Но При этом Короче Она Какая-то Шизофреничка Вот У нее Ну Я Ничего Не имею Против Шизофреников Как бы Я сам Меня Само Обзывали Но Она У нее Я не знаю Че с ней Не так Она Точно Неуравновешенная Какая-то Когда Нужно Помочь Она Так Короче Это Все Из-за Ничеты Этой Ебаной В России Из-за Ничеты Люди Такие Сами Люди У нас Нормальные Мы Все Русские Россияне Люди Нормальные Просто У нас Ничета А Ничета Из-за Элиты Ебучей Ебанутая Ничета Из-за Ебучей Элиты До Которой Уже Никак Не Добраться Никакой Революции Уже Не Совершить Все Поздно Технический Прогресс Уже Далеко Ушел И в пользу В пользу В их Пользу Только Только В их Пользу Исключительно В их Пользу Понимаешь Не Понимаешь Блин Вообще Все Технический Продолжение следует...